Традиционный ежегодный фестиваль «Юность Большой Волги» собрал почти около 600 участников, в числе которых студенты и целые научные коллективы. В этом году в Чувашию приехали представители Кировской, Нижегородской и Оренбургской областей. Сегодня состоялся заключительный этап. Интеллектуальный форум привлекает все больше молодых людей. Свои работы присылают студенты вузов, техникумов и колледжей. Они уверены, наука это увлекательно и перспективно. Свой опыт участия в фестивале вспомнила и министра образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева. Проба сил – это всегда большая ответственность. Помимо того, что это позволяет вам приобрести уверенность, это я сейчас обращаюсь к конкурсантам, помимо того, что вы серьезно занимаетесь своей темой, это определенное отстраивание уже ваших коммуникаций, вашего общения. Вы, занимаясь этим, раскрываете и в себе потенциалы, и будущие работодатели. Сейчас хендхантерство, конечно, чрезвычайно серьезно развивается, потому что всем нужны очень хорошие специалисты. В этом году на конференции работали 39 секций, в их числе технические, естественно, научные, гуманитарные и другие. Всего принято работ на рассмотрение 408. В финал вышло 276 работ. У нас очень актуальные секции в этом году, посвященные сурскому рубежу. Написать небольшое эссе о трудовом подвиге народа в военные годы решила и Анастасия Кчеткова. В год 80-летия строительства сурского и казанского рубежей важны любые свидетельства и подробности тех незабываемых дней. Для Насти это не первый исследовательский опыт. Я начала заниматься этой работой с ноября 2020 года. Постоянно ее дополняла. Из-за того, что в интернете очень мало информации, мне пришлось обращаться к архивам, разговаривать с людьми, которые участвовали в этом. По итогам конференции будет выпущен сборник статей лауреатов. Его разместят на платформе научно-электронной библиотеки и library.ru. Лауреаты конференции вправе рассчитывать на соискание стипендий главы республики за творческую устремленность. Ульяна Пятакова, Татьяна Раевская, Юрий Марков. Республика.